И сегодня с нами, как мы и анонсировали, Святослав Пескун, генеральный прокурор Украины 2002-2003, 2004-2007 годов, председатель Союза юристов Украины. Святослав Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Была ли у вас возможность наблюдать за выступлением Надежды в прямом эфире? И что скажете? В записи только смотрел. И мне когда-то приходилось по работе выступать в ПАСЭ. Вот, очень уважаемая международная институция. Очень редко, когда столько я посмотрел депутатов, там собралось почти полный зал. Вот, и насколько мне известно, ее выступление произвело на депутатов очень большое впечатление и очень положительные отзывы сегодня в европейской прессе. Вот это я читал. Вот, конечно, Надя говорит спокойным, доступным ей языком. У нее нет этих вычурных дипломатических афоризмов. Вот, она такая, как есть. Ее нужно воспринимать такой, как есть. Вот, но самое главное, что она на своем личном примере рассказала депутатам ПАСЭ о том, что можно отдать жизнь за Родину, если это нужно на благо твоей Родины. Да, но она сказала, что главное, чтобы была поддержка этого человека, который готов рисковать своей жизнью. Его должны поддерживать все, и только тогда будут изменения. Вот все готовы поддерживать сегодня? Вот у вас как сложилось впечатление? Нет, я думаю, не все готовы поддерживать. И мне, например, кажется, что сегодня Европа немножко дает заднюю. Вот, это связано с тем, что Украина не так активно выполняет свои обещания, данные Европе, на последнее время. Ну, в первую очередь, это, наверное, экономика. Второе, это борьба с коррупцией. И третье, это реформы в судебных органах и в правоохранительной системе. От нас это ждут. Я уже не говорю о здравоохранении, о транспорте. Я не говорю о сельском хозяйстве. Я думаю, что это будет следующий вопрос, который перед нами остро будет поставлен. Вот, но то, что мы обещали сделать уже, и что можно сделать реально, для этого не нужны финансовые затраты, для этого не нужно ждать, когда вырастет новый урожай. Можно сегодня начинать реформы по борьбе с коррупцией, злоупотреблениями, сокращением преступности. Сегодня все выбраны, все назначены. Уже сегодня, прямо сегодня, можно начинать работать. Вот, можно начинать работать и не расслабляться. И не расслабляться. Нельзя расслабляться. Возвращение в Украину трех политзаключенных не повод ослабить санкции против России и украинская делегация должна убедить в этом парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу сказала вице-спикер парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Герасченко. Мы видим, как поступок начинают колебаться наши партнеры добрые и в группе консерваторов, и в группе либералов, и в ЕПП, которые считают, что звольнение трех заручников, трех политзакций, за российских тюрем – это прогресса в выполнении Минского округа. Да, ну вот что будет с санкциями в отношении России в ближайшей перспективе – это вопрос наш к вам сегодня, и мы очень хотим узнать, что именно вы думаете по этому поводу. Итак, первый вариант – их усилят, второй вариант вашего ответа – смягчат, ну и третий вариант – оставят без изменений. Просим вас прямо сейчас голосовать, потому что хотим обсуждать ваше мнение и с нашими гостями, конечно же, в первую очередь. Итак, один, два или три варианта вы видите сейчас на своих экранах, просто присылайте номер на смс-номер, или, конечно, наш сайт 112.ua, он тоже всегда открыт для вашего голосования. Ну и вот что скажете, Святослав Михайлович, по поводу оценки Ирины Герасимов? А, минских угод, да. Дело в том, что минские соглашения, они, на мой взгляд, переживают сейчас не лучшие времена, потому что они давно не работают, вот, и нужно понимать, что на этих соглашениях минских мы будущее нашей страны не построим, это надо точно знать. Поэтому я бы на месте властей сегодня срочно перестроил бы минский формат, женевский или венский формат, который больше бы устроил Украину. То есть немедленно надо делать громкие заявления об изменении формата этих переговоров. Святослав Михайлович, а можно мы эту тему Минска, мы хотим с вами очень подробно и обстоятельно об этом поговорить? Действительно, потому что очень много, знаете, вот этих там разночтений, да, понятно, что Кремле по-своему читают, мы по-своему, но просто сейчас, чтобы понять, ну, и завершить вот этот блок, да, мы понимаем, что Кремль, мы, видимо, каким-то образом пытается торговаться за смягчение санкций, и вот вопрос политзаключенных, ну, вероятно, отношение к нему, может быть, к главному лоту такому, да, в этих торгах. Вот то, что сегодня Надежда Савченко, да, она тоже получила, ей сделали сегодня предложение такое интересное, чтобы она фактически была, ну, таким, да, флагманом о вопросе освобождения и отставания прав наших политзаключенных. Вот как думаете? Вот этот вопрос. Я даже вам скажу больше, я не думаю, а мы уже делаем. Когда я был на эфире Савика Шустера, вот последний эфир был, да, программа, там была Вера Савченко, и мы с ней долго общались по этому поводу. Я прямо на канале, в открытом эфире сказал, что мы, Союз юристов Украины, готовы стать модераторами контакта между Савченками, например, и другими политзаключенными, которые вернулись в Украину, с Европейским институтом амбусменов, где есть исполком амбусменов Европы, и я бы просил, чтобы эти люди вышли на них, если нужно, я помогу, чтобы создать комиссию, возглавляемую уважаемыми амбусменами европейскими, и чтобы эти институции посетили наших политзаключенных, которые находятся в России, в Крыму, в других местах. Мы сами не справимся с этой проблемой. Нужно понимать, что Европа тоже должна нам помогать справиться с этой проблемой. Одно дело, Украина делает эти заявления о политзаключенных, да, что очень плохой сигнал для России. Другое дело, если амбусмены Европы сделают заключение о том, что именно по политическим мотивам люди содержатся в нечеловеческих условиях, в тюрмах, в России, на территории Украины, Симферополе, в других местах. Вот это надо подтягивать европейскую общественность к решению этого вопроса. Мы от Европы хотим что-то получить, но в то же время мы не ассоциируемся с нею в своих действиях, понимаете, в своих решениях. Это большая ошибка власти. Давайте к теме, о которой мы уже практически начали, мы уже заговорили о минском формате. Сейчас информационно поддержим и обсудим. Новый Минск лучше старых двух. Встреча Нормандской четверки может произойти уже в ближайшие две недели. Об этом сообщает немецкое издание Штутгартерцайтен. Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Алан, Владимир Путин встретятся перед саммитом НАТО в Варшаве, вероятно, 8 или 9 июля. Издание уверяет, канцлер Германии сделал ряд замечаний об отсутствии прогресса в минском процессе, о чем свидетельствует ухудшение ситуации в зоне АТО. Впрочем, российская сторона скептически относится к таким переговорам, о чем не применил заявить пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ну и в то же время уже завтра выполнение минских договоренностей станет предметом суждения для президента Франции и Украины. Во время своего рабочего визита в Париж Петр Порошенко также обсудит с Франсуа Алантом двусторонние отношения между странами. Мирное урегулирование ситуации на Донбассе и санкции против России. Светлана Михайловича, вы сказали уже, что Минск-2 не работает. Не работает. Значит, нам таки нужен Минск-3? Я же говорю, Минск-3 точно так же не будет работать, как не работает Минск-1 и Минск-2. Хорошо, тогда что сейчас работает? Ничего не работает. Режим полного прекращения огня, он не работает, но тем не менее полномасштабного наступления тоже нет. Тогда что же работает сейчас? Ну ничего не работает, все ждут, какое решение примут политики, сильные мира сего, вот те же нормандская четверка, вот о чем они договорятся. Мы должны понимать, будут выборы на Донбассе, не будут выборы на Донбассе, отдадут они нам границу, не отдадут они нам границу, отведут они войска на положенные 40 километров, не отведут они войска. Вы же понимаете, что одно дело там написано, будет амнистия боевикам или не будет, если будет, то за что и каким. То есть мне кажется, что нужно более формализировать этот процесс. Например, сказать, что если не будет отведены, например, тяжелое вооружение на расстояние 40 километров, то санкции в отношении России, как государству поддерживающего террористов, и это уже доказано, будут усилены вдвое. Это доказано, доказано, Россия себя абсолютно, полномерно продолжает считать не стороной конфликта, а отрицать это всячески. И смотрите, здесь так долго говорим об урегулировании конфликта, что уже я начинаю заговариваться. Я не могу выговорить это слово, потому что это уже, наверное, подсознание отказывается. Так вот, просто о чем будет сейчас говорить нормандская четверка? А в прошлом году, вот я сейчас открыла, вот за 2015 год, о чем они говорили, это коммуники и так далее. Франсуан Ланд очень четко озвучил, вы помните, то, о чем они говорили, что контроль над границей вернут только после выборов на Донбассе. Донбассе, точка. Сегодня вы знаете позицию Франции опять, да, и Сенат, который там рекомендует Кабмина. Это проблема, это проблема. Поэтому есть один единственный шаг, изменить формат переговоров. Уйти из Минска и прийти в Европу. Как было по Сирии? Они должны сесть в Женеве и должны там принимать участие, не знаю ли там стороны конфликта, ради бога, если уж так это необходимо. Но надо на высоком международном уровне с гарантией крупнейших и сильнейших стран мира, включая Англию, Великобританию, включая Соединенные Штаты Америки, может быть даже включая Китай, если это необходимо. Но нужна же гарантия, понимаете, того, что перестанут стрелять. Кто-то должен возобновить статус-кво международного права в мире. Это может возобновить только сильные государства. Слабые государства ничего в этом мире не добьются никогда. Их всегда будут динансировать. Справа в том, что нужно обязательно международная должна быть ассоциация поддержки Украины на уровне самых сильных стран мира, включая ту же Россию засадить за стол переговоров. И с ней тоже договориться, что все начинаем с нуля. Вот все, что там было Минск, оно отработалось. Не получилось. Мы предлагаем новый вариант. Вот. Давайте мы и о новом варианте поговорим, что это может быть за вариант более конкретно. Но прямо сейчас о других новостях, буквально одной строкой. Итак, 16 обстрелов в течение дня. Такое количество нарушений режима тишины боевиками зафиксировали сегодня в штабе АТО. Боевики снова использовали тяжелое вооружение, в частности танки. Ну и российские станции радиоэлектронной борьбы житель зафиксировала на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ. Эти комплексы есть на вооружении только армии Российской Федерации. Они способны глушить любые радиосигналы в радиусе 30 километров. Евросоюз продлит экономические санкции против России на следующие 6 месяцев. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эрро. При этом он отметит, что в дальнейшем ЕС хочет не автоматически продлевать ограничения, а постепенно их отменять, если Россия будет делать шаги для урегулирования конфликта на Донбассе. Прямо сейчас с нами на связи народный депутат Украины Семен Семенченко. Семен, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, существует ли угроза, что Россия с помощью миролюбивой риторики сможет убедить Запад отменить против нее санкции или хотя бы смягчить? Дело в том, что для того, чтобы требовать санкций и для того, чтобы требовать международной поддержки, самому государству Украина необходимо вести последовательную политику. Потому что, когда мы наши санкции ввели после всех, когда эти санкции очень половинчаты, у нас нормальная торговля с Россией, нормально работает российский бизнес, когда мы нормально говорим о том, что у нас внутренний конфликт и не признаем территории Донбасса оккупированные, когда речь идет о массе людей, которые сотрудничают с оккупированными территориями, имеют в виду с оккупационным режимом, контрабандой и прочее, трудно заставить или убедить Запад жертвовать своими экономическими интересами ради Украины. Я хочу сказать, что один раз уже, когда нам давали гарантии нашей безопасности, если вы помните, в Будапешске был такой у нас формат, один раз уже нас обманули. Потому что вся Украина, вся страна верила, что это гарантия безопасности за данное нами ядерное оружие, а оказалось, что это неправда. Поэтому я абсолютно уверен, что при ближайшей возможности санкции будут сняты. Естественно, необходимо бороться и находить общий язык с теми представителями и Еврей Союза, и США, которые выступают против этого. Ну, есть те, кто за, есть те, кто против. Поэтому вероятность всегда остается. Спасибо. Семен, а как вы оцениваете перспективы встречи глав Нормандской четверки до июльского саммита НАТО? Возможно ли такое заседание? Если будет инициатива Германии, то эта встреча будет. Это абсолютно возможно. Инициатива Германии, на мой взгляд, привязана к Украине. Если украинский президент, если сообщает о том, что есть голоса для принятия закона по выборах, то будут все эти встречи проведены. Потому что есть информация, что все-таки летом планируют этот вопрос педалировать. Сейчас работает президент с внутренней оппозиции. В частности, пытается присылать самопомощь для того, чтобы все едино проголосовали. И никто из списка не выпрыгивал, никто не высказывался против. Тогда все очень быстро соберутся. Там ключевые слова. Модернизировать формат переговоров. Модернизировать минские соглашения. Я могу сказать, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы пропихнуть вот эту вот фейковую вооруженную миссию ОБСЕ. Почему она фейковая? Потому что против 30 тысяч боевиков никакие вооруженные полицейские никого порядка там поддержать не смогут. Естественно, этой миссии заменить контроль наших войск над границей. То есть то, что нам обещали полтора фактически года, ну год с лишним, заменить вот этими словами. И под этим соусом попытаться их пропихнуть. Мы категорически против. Никаких выборов там проводить нельзя. Территорию нужно признать оккупированной, временно. И заниматься усилением нашей государства и борьбой с коррупцией. Семен, а по вашему мнению, не ведет ли Путин двойную игру, договариваясь с Западом о снятии санкций, в то время как канадская разведка докладывает о том, что Россия готовится к новой открытой войне. И вот не хочу никого пугать, но не может ли это привести к масштабной войне какой-то условной третьей мировой? Ну давайте логически посмотрим на вещи. Если вспомнить заявление всех наших военных руководителей и гражданских руководителей, и того же Юрия Луценко, то в Иловайске один батальон всего лишь был между Киевом и Иловайском. Что мешало тогда России при желании оккупировать Украину? Нет у нее такого желания, она это делает политически, пытаясь вернуть нас в позицию сателлита России. По поводу канадской разведки, насколько я понял, канадская разведка сообщает о том, что Россия перевооружается. Она перевооружается, но по ее мнению это не будет приводить к новой гибридной войне. Любое государство, если оно заботится о своей безопасности, оно перевооружается, оно готовится к войне. Неплохо было бы делать то же самое и Украине. Поэтому я бы не думал, что нужно пугаться, нужно переживать по этому поводу. Поэтому необходимо укреплять нашу обороноспособность, чего, кстати, нет. Многие укрепсооружения, если вы помните, год назад была эпопея, мы добивались все вместе, депутаты и волонтеры, чтобы были построены обратные сооружения. Заросли сейчас бурьяном. Многие части укомплектованы совсем не на тот процент, на который бы хотелось. Я скажу так очень обтекаемо. Поэтому я не думаю, что руководство нашей страны самой верит в то, что говорит. Я думаю, что направлено сейчас все на убеждение общества, что нужно принять выборы на Донбассе. И ищется просто соответствующая риторика. Семен, спасибо большое вам за комментарии. С нами на связи был народный депутат Украины-Франции Самопомич Семен Семенченко. Зарослав Михайлович, вот отталкиваясь от заявлений, которые поступают от канадской разведки, действительно ли стоит обращать внимание или не стоит? Я согласен абсолютно с Семеном Семенченко, что Россия не пойдет на нас никогда открытой войной. Во-первых, ну и что? Ну зайдет она, а что дальше делать? Будут резать и убивать каждого за углом. И они же потеряют все и вся. И ничего эта война не даст. Украина не сдастся никогда и будет сотни лет воевать с Россией. Это бесполезное вообще занятие. Другой вопрос у нас все время держать напряжение. Для того, чтобы мы побольше выбрасывали денег на оборону, на сооружения, на вот эти прилегающие регионы. Для того, чтобы их подкармливать, держать, для того, чтобы они нас как бы уважали. Вот, тратить туда деньги, ресурсы. И тем самым говорить о том, что вот с нами хорошо, а вы на Россию не смотрите. Будут они смотреть в ту сторону, кто смотрел, тот будет смотреть. А кто не смотрел, тот уже ушел, уехал и убежал оттуда. И надеяться на тех, что те, кто там сейчас живут и сидят, спрячут свой автомат и пойдут уважать Украину, как самостоятельное государство. На это надеяться не приходится. Василий Иванович, ну вот с одной стороны, вот вы говорите, что это вот такая, может быть, знаете, витринная операция, которая в первую очередь рассчитана на истощение. Наша ресурсная, но с другой стороны, ну, слушайте, ну, серьезная, это Security Outlook, доклад, до 2018 года были оценены канадскими спецслужбами риски и вот CBS об этом. Но это новость дня, действительно. И вот они говорят, Россия не модернизирует свою армию, чтобы расширить возможности вести гибридную войну, но она проводит перевооружение частей с обычным вооружением. И именно это дает основание, да, что они к обычной войне готовятся. К обычной войне. А мы уже давно готовы к этой обычной войне. Почему? Потому что, насколько мне известно, мы пока еще ничего не придумали и не создали чего-нибудь такого, чтобы остановила российскую армию. На сегодняшний день мы пользуемся вооружением, которое выпуска 1953-1957 года. Это танки, бронетранспортеры, автоматы, пистолеты. Все, чем мы воюем, это из бывшего Советского Союза, взятое со складов. И если вы посмотрите, сколько мы купили ракет там или боеприпасов, вы увидите, что мы ничего не купили. Вопрос. А куда мы тратим деньги, которые выделяет государство на оборону? Почему при нашем военном комплексе строительном, который может создать оружие нового поколения, мы до сих пор пользуемся оружием, которому уже 20-30 лет? Это был вопрос Святослава Пескона, а ответ Святослава Пескона? А ответ такой. Больше денег нужно давать на нашу оборонную промышленность. Нужно создавать новые виды вооружения. Так, а куда деньги деваются? Вы говорите, а куда деваются деньги? Не знаю. Пусть проверяет счетную оборону. Вы как трижды генпрокурор, вы же можете, вы имеете предположение, куда они могут деваться? Вы знаете, я как бы не интересовался особо этим вопросом. Я думаю, нужно посмотреть отчет счетной палаты. Сколько выделено на оборону, сколько потрачено, сколько сделано государственных заказов, и произведено ли то, на что ушли деньги, как на государственный заказ. И вы увидите, что почти ничего не произведено. Давайте поговорим о деньгах дальше, да? Да, о деньгах, куда они деваются. И кто готов за это отвечать, и, в принципе, отвечать на любые другие вопросы, готов прийти добровольно. Депутат Александр Онищенко заявил о намерении явиться в антикоррупционное бюро, не дожидаясь официального вызова на допрос. Об этом Онищенко заявил в эфире одного из телеканалов. Цитата. «Зная о том, что я ни в чем не виноват, я буду убеждать регламентный комитет и парламент в целом не поддерживать фиктивные обвинения в мой адрес. Я, наверное, сам пойду в НАБУ, приглашу телевидение, чтобы никто не говорил, что я убегаю». Конец цитаты. Ну, а напомним, что господин Онищенко был гостем вечернего прайма. В пятницу мы воспользовались тем, что Сергей Мельничук был в нашей студии вот здесь и связался с господином Онищенко. И прямо из студии пригласил его. И уже в следующем часе господин Онищенко подтверждал свое присутствие в Украине своим присутствием в вечернем прайме. И намерение оставаться дальше, да? А вы знаете, я вот сейчас вспомнил, что несколько месяцев тому назад я, по-моему, на «Украинской правде» читал статью или интервью Онищенко, где он рассказывал, я не хочу, чтобы там фамилии не перепутать, что он рассказывал о каких-то больших деньгах, которыми он делился с какими-то должностными лицами где-то в Кабмине или где. Посмотрите, я, по-моему, что-то такое читал. То есть и он об этом даже говорил якобы в НАБУ. У меня вопрос, а может быть, я что-то перепутал, но, по-моему, что-то было в «Украинской правде». Может быть, это не... Ну, по-моему, он. То есть я так понимаю, что вот эти разговоры между НАБУ и Онищенко продолжаются уже не первый месяц. То есть допросы, объяснения. Вот не знаю, какая у них там контактная основа. Свидетель, значит, подозреваемый, но он народный депутат. Без его согласия допросить нельзя. Давал ли он согласия на это, я тоже не знаю. Требовали ли от него такого согласия, я тоже не знаю. А мы должны об этом знать. И самое главное, он же народный депутат уже там 5-6 лет, а он не имеет права заниматься никаким бизнесом, как народный депутат. Я далек от мысли, что он что-нибудь вообще подписывал. Вот. Поэтому я так думаю, что вот эта организация этого преступной группы, которую объявил прокурор Холодницкий, вот, это, ну, как бы тяжелый случай для доказывания, когда человек ничего не подписывает. Ну, я думаю, что они с этим справятся, они там детективы опытные, так мы скажем, да. Вот. Но первое, что бросается в глаза, что много очень комментариев при той всей ситуации, что расследование дела идет всего три дня. Вот мне это не нравится. Потому что я знаю, есть и разъяснение Конституционного суда Украины, и есть закон, и есть Уголовный официальный кодекс, где руководители подразделений, которые ведут расследование, либо надзор за расследованием уголовного дела, как можно меньше должны комментировать свои действия обществу. Больше, меньше комментариев и больше конкретных дел. Вот это очень важно. Комментарии, вы, глянь, слышали, в Европе, вот даже взорвали, когда там во Франции террористы кого-то взорвали, или в Бельгии, да, был задержан интерес, вышел шеф прокуратуры бельгийской и сказал, что мы задержали двух человек, расследование продолжается. Точка. Аккуратно. Но, вы понимаете, там расследование продолжается, а у нас для того, чтобы какое-то расследование получило ход, иногда нужно очень пристальное внимание журналистов, общественности. Вот когда начинают давить, зная конкретные фамилии, тогда мы видим, ну, хоть какое-то движение. Понимаете, в чем наше отличие? Да, вы, журналисты, получаетесь как плетка для правоохранительного органа. И вот пока вы хлистаете, система работает. Но фамилий не так много. Как только перестают хлистать, система останавливается. Святослав Михайлович, сейчас пересмотрели и наши редакторы, в том числе, да, и «Украинскую правду», и «Левый берег», который об этом писал. Ну, правда, фамилии называются только времен Януковича. Вот просто мы же тоже понимаем, что эти схемы. Набу не называет фамилией. Ну, было такое интервью какое-то, да? Интервью было, и он говорит о том, что при Януковиче существовали смотрящие и так далее. А, вот я же помню, что это было. Да, но нет ответа на главный вопрос, с кем тогда Нищенко, если эти схемы продолжили существовать, делился последние два года. Вот об этом никто не пишет, никто не говорит, и здесь никакие фамилии не называются. Может, вы предполагаете что-то? Я думаю, что следствие поставит все точки над «и». Я боюсь вообще предполагать, кто бы это мог быть. Мне даже страшно подумать, несмотря на то, что я трижды генеральный прокурор. Но поскольку существовала тема эта несколько лет, почти 10 лет, ну, там, 6 лет, да, то это люди самого высокого полета в нашей стране. Я не думаю, что это какие-то рядовые клерки.